наш эфир продолжает программа час иван денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели мы в своих программах нередко иногда касались гринелла человека который возглавляет национальную разведку на сегодняшний день но поскольку он человек временный значит должны утвердить постоянного человека хотя я в принципе был бы не против если гринелл остался на постоянной основе основе ну а сейчас проходит слушание по утверждению конгрессмена рэдклифта вот об этом если можно совершенно верно как всегда благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска разведка и все что с ней связано она как-то все президентство трампа так или иначе присутствует или вторым а то и первым планом и вот наверное есть некоторая закономерность том что постепенное возвращение кто и самой нормальности которой мы каждой передачу говорим и возобновление работы сената вот она связана со слушаниями опять так или иначе упирающимися в разведку и в безопасность там я так очень быстро упомяну еще идут слушание любопытные комитета по вопросам безопасности и правительственной безопасности безопасности вообще government affairs homeland security старый комитет который еще маккарти возглавлял часто возглавляет рон джонсон там пытаются разобраться как какие потоки информации руководят решениями по мероприятиям связанным с эпидемией это может быть интересно хотя может быть и нет посмотрим каким выводом они приходят но имейте ввиду такие слушания ведутся а мы с вами да поговорим о слушаниях по утверждению рэдклиффа я совершенно согласен сергеем что гринел те месяц что работает показал себя как более чем достойный глава разведки и по хорошему если бы ему там оставаться я думаю мы бы с вами были довольны рискну так вообще но изначально позиционировалась что гринел человек временный и предлагали самые разные кандидатуры я помню называл вам флайтс человек который там много проработал и вообще знает всю систему изнутри и взаимодействие разведки с конгрессом хукстро упоминался который тоже работал в комитетах связанных с разведкой но вот президент уже второй раз на самом деле пытается сделать рэдклиффа главы разведки первый раз поднялась волна негодования в прессе нашли какие-то преувеличения в резюме рэдклиффа о его службе прошлой на посту прокурора и его тогда он вроде как отказался но сейчас снова он в деле и уже не отказывается естественно левые негодуют но сейчас они сами не знают из-за чего им негодовать тут и эпидемия тут и таро ритт тут и флинна тут вот и еще пожалуйста рэдклифф естественно мелькают истерические заголовки что трамп назначает своего человека в разведку что рэдклифф ничего в разведке не понимает и так далее и тому подобное но вообще-то не либералам так негодовать когда скажем обама назначал панетту в цру правда цру на тот момент это уже было не главное организация в разведке но тем не менее то сам панетта насколько я помню не особенно рвался мотивируя тем что он не особенно разбирается в разведке но тем не менее в цру он попал а рэдклифф с комитетом палаты представителей по разведке имел дело и с целым рядом других комитетов и юридическим и по вопросам безопасности так что он все-таки думаю имеет представление о том чем он будет заниматься ну и плюс и борьбе с терроризмом тоже он представление имеет и на посту прокурора да и в конгрессе тоже речь рэдклифф была вполне бодрый в ней высказал свое уважение к развед сообществу поблагодарил естественно президента за оказанное доверие пообещал что он будет работать на благо страны естественно ну и выделил основные угрозы в общем конечно же ничего нового в плане угроз нет но по крайней мере то что рэдклифф не особенно там может упоминал но вот мне это проскочило значит не акцентировал внимание не особенно много говорила о глобальном потеплении это уже хорошо а основные угрозы из стран это в порядке убывания китая россии южная северная корея конечно же иран и плюс кибер терроризм кибер атаки ну и терроризм вообще он к сожалению никуда не делся и хотя сейчас всем о нем подзабыли но он-то нам не позволит о себе забывать в той же дании не америка я вам напомню вот я читал не так давно был сорван был была попытка теракта естественно от наших друзей в кавычках с ближнего востока которых дании многовато но в общем все понятно и когда дело дошло до слушаний то основные вопросы естественно касались того будет ли рэдклифф политизировать разведку это раз ну и два опять какие он видит угрозы то есть принципе то что он своей речи так и так уже сформулировал но ответы рэдклиффа были в общем-то ожидаемо трудно себе представить чтобы человек который проходит утверждение на пост вдруг начал говорить что нет он начнет преследовать будущего кандидата в президенты и приложит все усилия к тому чтобы его советник по национальной безопасности был снят со своего поста да еще при скандальных обстоятельствах да вы поняли о чем идет речь но трудно представить себе такое и клеппер я тоже ничего подобного не говорил но как бы то ни было рэдклифф подчеркнул что да он будет честным разведданные какие есть тело не будет представлять на рассмотрение президента и абсолютно никаким своим политическим взглядом не даст перекрыть собственно говоря политическое аналитик развед аналитику об угрозах но он особенно все-таки сосредоточился на китая говоря о том что китай создал уже действительно очень внушительного монстра разведывательного да и кстати говоря контрразведывательного о чем буквально через несколько минут ну а что касается россии то здесь рэдклифф так сказал что это угроза несколько иного плана потому что да мы не должны забывать разведка развед сообщества соединенных штатов о том что в россии довольно таки серьезный ядерный потенциал он никуда не делся но что при этом в россии вообще-то страна с экономикой равны всего-навсего техасу это если что не комплимент но и то что мне очень понравилось это выражение и она уже разбил разошлось кстати на цитаты я видел в твиттере это что путина bad actor здесь конечно не дословный перевод хотя нам живущим в российской федерации дословный перевод подходит он плохой актер а здесь имеется ввиду само по себе выражение bad actor на политическом жаргоне означает ну человек который вносит смуту беспорядок и прочую дестабилизацию что в общем и целом довольно точно а здесь кстати я позволю себе короткое отступление да не просят меня слушатели но тем не менее я честно вам признаюсь не стараюсь по крайней мере не читать комментарии к тому что я делаю раньше читал сейчас не без суть кто пишет мне положительное большое спасибо кто пишет отрицательное тоже спасибо на самом деле но в общем не считаю что не стоит этого делать но те кто их читает мне говорят что если я вот в прямом эфире упоминаю волшебное имя путин то в комментариях сразу появляются которые по прямому эфиру люди которые начинают забивать проклятиями в мой адрес в адрес америки и так далее и тому подобное то есть ведь работает этот принцип я советую слушателям постоянным которые меня слушать соглашаются или нет не обращать внимание на подобную публику даже их пожалеть ну потому что люди так зарабатывают деньги сейчас сами понимаете обстановка у нас в россии сложная но кто-то зарабатывает тем что забивает чат всякой ахинеи более того ведь я им помог между словом путин и продолжением своего рассказа я сделал эту паузу чтобы все они подключились ну и начали писать все положенные гадости если сегодня не подключится кто их знает а ну может выходной чем так вот ну а теперь вернемся к рэдклиффу и так рэдклифф рассказал об опасности китая рассказал об опасности россии и всего связанного с этими двумя режимами и как констатирует с сожалением естественно либеральная пресса в общем и целом он оставил впечатление положительное то есть скорее всего он будет утвержден и я думаю это хорошо потому что естественно это утверждение это кандидатура уже на второй срок президента мы к сожалению ни в чем не можем быть уверены и хотя все надеемся на лучшее а лучшее это понятно что но давайте предположим в данной ситуации наилучший вариант и представим себе что рэдклифф утверждает скорее всего так и будет а и что трамп благополучно продолжает свою работу на посту президента еще четыре года сколько рэдклифф продержится ни в чем нельзя быть уверенным но видно что ему надо будет во первых решать проблему с с какими-то манипуляциями собственно говоря с истеблишментом разведывательным потому что аналитики и все низшие звенья но они работают в американских спецслужбах на хорошем уровне даже на очень хорошем а вот чем выше тем как мы все увидели хуже ну и естественно решать проблему прежде всего вот этого альянса который сейчас имеется китайско-российского пока этот альянс он больше дезинформационный потому что у российских спецслужб опыта насаждения дезинформации ну побольше чем у китайцев на самом деле а у китайцев он еще довольно примитивный и поэтому сейчас они взаимодействуют но в целом все эти усилия российского режима которому наверно кстати в ближайшем будущем будет даже не до америки тут у нас экономические проблемы грядут серьезные а вот пометуя естественно обо всем том о чем рэдклифф сказал и о плох плохой актер и так далее и тому подобное но китай вот это действительно угроза и вот эти вот балансировать и при этом разрабатывать два разных подхода к взаимодействию против этих внешних врагов здесь рэдклиффу будет сложно вы все наверняка слышали о не так давно но вот этом публикованном даже при том что гринелл во главе разведки заявление о том что по оценке развед сообщества вирус не является искусственным и опять все подхватили что вот трамп и помпео говорят он искусственное в развед сообществе говорят что нет там как всегда все не так легко помпео человек который напомню вам недавно был в цру совсем и у него отношения хорошие с разведкой он бы просто так не стал это говорить правда там говорят что он опирался на данные не столько цру сколько военной разведки и примешивались какие-то еще внутренние интриги но смысл в том что пресловутые неназванные источники в разведке они говорят о том что до конца понять природу этого самого вируса будет очень сложно потому что китай по принципу северной кореи очень сильно разработал свою контрразведку и проникнуть в ее глубины и что-то получить очень и очень сложно и поэтому даже хотя по словам все тех же источников среди аналитиков уверенность в искусственном происхождении вируса она где-то порядка 75 что ли процентов дальше такие цифры называются но учитывая неудовольствие прессы разведка не будет давать заключение пока не будет тот самый смоукинган то есть уже вот стопроцентное доказательство его скорее всего не будет в ближайшем будущем точно поэтому здесь у разведки конечно же довольно серьезная задача что и как делать далее другая проблема это как еще данные до вводить до президента помните две передачи назад ну или в общем недавно задавался вопрос почему вот разведка ничего не сделала с данными по китайскому по китайскому вирусу я тогда высказал предположение что всему вину опять же бюрократический аппарат и я остаюсь при своем мнении но вот фред флайтс знающий что такое разведка он другое немного предлагает трактовку я ее тоже озвучу он говорит что по его данным когда поступила информация о вирусе через разведбрифинги президенту это было скорее всего в январе то трамп естественно обратился к экспертом а если вы вспомните что говорили эксперты в январе доктор фаучи и иже с ним то вы поймете что они заверили трампа что на это надо реагировать потому что все вот эти самые эксперты которые мы сегодня еще вернемся они январе-феврале рапортовали что вирус безопасный американцам нечего бояться и так далее и тому подобное все это легко проверить поэтому здесь как видите тоже проблема кому верить разведке или экспертам получается в этой ситуации надо было лучше прислушиваться к разведке вот такой вот тоже момент английский писатель историк опять же разведки своей правды и сам в ней работавший пишет под псевдонимом Мелленджат говорит что есть очень простое требование к любой разведслужбе это какие требования такой обычный результат и если Редклифф сформулирует свои требования достаточно четко на этом посту а в речи он пытается это делать то я надеюсь что разведка будет работать ну по крайней мере адекватно но естественно все те скандалы о которых мы слышим и продолжаем слышать с ними тоже надо что-то делать потому что еще одна английская пословица правда уже из парламента а именно оппозиция это те кто перед вами а вот враги это те кто за вашей спиной она может увы показать себя и в разведсообществе потому что поведение глав ведущих разведслужб и бюрократии высших эшелонов но здесь я подозреваю нас еще скандалы с вами ждут и не буду гарантировать что все к сожалению все виновные получат по заслугам но то что последствия и реформирование разведки они должны быть это безусловно в этом плане конечно же у Редклиффа задача будет очень серьезная сочетать противостояние внешним и внутренним врагам но с другой стороны так всегда и было на самом деле и потому как Редклифф с этим справится мы будем судить о том насколько его назначение было оправдано а на данный момент я просто полагаю его кандидатом вполне достойным и квалифицированным и хотя полностью согласен Сергея мне жаль что уходит Гренел но я думаю что Редклифф это человек который на сегодняшний день и забегая вперед на ближайшие 2-3-4 года президенту будет нужен поэтому лично я желаю ему удачи в утверждении на этот важный пост здесь как всегда если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово я тоже ничего не имею против Редклифф просто место в Конгрессе как бы одно уходит там же начнутся выборы неизвестно чем закончится в этом смысле хотя тоже возлагаю на него определенные надежды а теперь что касается разведок я как-то уже говорил в эфире о том что либо китайцы зажали яйца европейцам и разведслужбам в том числе ну наших политиков демократов они купили с потрохами это понятно потому что если вы помните европейцы в частности Австралия нас наставила на том чтобы провести расследование возникновение этого вируса откуда пошло и так далее вы упомянули по-моему что посол Китая как бы чуть ли не прямым текстом пригрозил Австралии что у них будут неприятности и вот после этого ситуация поменялась уже и стали так сказать более мягкими более мягкие формулировки и разведсообщество вдруг выяснило что оказывается нет не из лаборатории вирус пошел а откуда там с рынка то есть на самом деле доверять разведсообществу которое стало настолько политизированным а вот если на примере нашего разведсообщества то трудно себе представить более политизированную разведку вот в период там с 15 по 19 год просто трудно себе представить еще по поводу бюрократов в связи с тем что открываются новые обстоятельства дела Майка Флина и уже становится очевидным что все это Обама об этом не просто знала как бы стоял у истоков заговора против Флина у них там личные отношения какие-то сложные довольно народ в сетях задается вопросом и мечтает о том что правосудие свершится и все так сказать люди которые приняли в этом участие понесут заслуженное наказание у меня на этот счет огромные сомнения что во всяком случае что касается Обамы как мне кажется никто ну я не говорю уже про демократов и республиканцы побоятся настаивать на вынесении обвинений президента Обама просто побоятся вот такое мое впечатление к сожалению в старом сериале Симпсон ну в старой серии Симпсонов была хорошая фраза мы же в Америке известных людей мы в тюрьмы не сажаем ну если эти известные люди не прогневят кого не надо Обама к сожалению не прогневил поскольку мы знаем Хиллари до сих пор все с рук сходит и так далее но информация которая всплывает интересно люди которые пользуются какими-то иными очевидными источниками информации у меня есть хороший знакомый адвокат наш местный с высшим экономическим образованием и когда я сделал репост по поводу того что Обама все знал относительно дела Флина он комментарий написал что это там 201 201 теория заговора то есть для него это как бы как с неба свалился ну тут понимается как бы подразумевается что либо Обама все знал и я склоняюсь тоже к этому все указывает на то либо это означает что Обама не контролировал свой кабинет в это я все-таки верю меньше ну вот если вы помните встречи 5 января такая пресловутая да 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 которую говорили там странные записи там странного очень много и эти диалоги строка с подчиненными что ни в коем случае не закрывайте эту операцию когда выяснилось что вроде как Флинна не за что приезжать что кто-то там наверху не хочет тут очень много всего странного и нехорошего прямо скажем но к сожалению я тоже не уверен что те кто за этим стоят они в должной мере ответят боюсь боюсь что не ответят боюсь что что не ответят боюсь что всем сойдет срок и еще одна фигура одиозная совершенно мерзкая на мой взгляд человек без стыда без совести абсолютно это председатель комитета по разведке адам шиф сейчас рассекретили протоколы слушаний где выступал и клеппер и бреннан и райс и яйца все и каждый из них заявил о том что никто из них каждый в отдельности давал показания о том что никто из них не имеет никаких фактов подтверждающих калужин между компанией Трампа и Кремлем каждый из них буквально сказал и на протяжении всего этого времени этот мерзкий тип которого зовут адам шиф в день по 158 раз выскакивал на все каналы телевидения и заявлял о том что у него есть неопровержимые доказательства координации калужин между Трампом и так сказать Кремлем хотя он точно знал то есть человек выходит без зазрения совести смотрит в камеру и говорит о том что у него есть доказательства вины Трампа что Трамп сотрудничал с Кремлем половина населения страдающая Трамп Деренджмент Синдром просто взрыв мозга они с пеной у рта орут что Трампа нужно посадить что Путину его посадил в Белый дом и так далее в общем ситуация мерзкая и сейчас когда республиканцы просят Пелоси как бы послушайте ну так же нельзя человек ну не просто оговорился не просто один раз сказал какую-то вещь которая не соответствует действительности человек на протяжении двух с половиной лет об этом толдычил я понимаю что конгрессмен или сенатор который врет находясь на трибуне сената или конгресса с него взятки гладки ему разрешается врать его никаких претензий но этот же выходил к американскому народу и врал так вот республиканцы просят Пелоси дескать надо же принять какие-то меры нельзя же такого допускать это же уму непостижимо Пелоси молчит он настаивает на том что республиканцы наставят на том чтобы он подал в отставку не знаю насколько им это удастся поскольку не могут они сейчас там брокировки делать предвыборная кампания им нужно мобилизоваться в кулак в такой пробить какую-нибудь очередную аферу типа голосовать по почте потому что шансов нет шансов нет если не обмануть если не сфальсифицировать выборов шансов нет и еще мне все-таки кажется что я не знаю нет у меня как бы прямых оснований для этого но некое предчувствие я могу ошибаться что возможно байден не будет нам не будет номинирован вот как-то уж слишком я тоже смотрю да похоже на то но это вообще уже не вменяем и слишком большой шлейф за ним тянется всяких прегрешений если не уголовных дел и номинировать такого человека они они по-моему не решатся потому что это значит просто отдать выбор я не думаю что они на это пойдут они приготовят нам какой-нибудь сюрприз байден может выйти на съезд без необходимого количества 1991 по-моему делегат должен быть он выйдет на съезд без необходимого количества делегатов и тогда у съезда будет возможность юридическая предложить своего собственного кандидата и вот кто будет этим кандидатом вот это уже забавно хотя сейчас обсуждается что поэтому даже не знает в районе какого праздника будет съезд что он путает день труда и день поминовения послужить он даже не знает куда он баллодируется он выступает и говорит я Джо Байден баллодирует в Сенат Соединенных Штатов его слушать конечно весело он не так давно сказал что он участвовал в кампании предвыборной 1918 года я ему даже поверил правда он быстро поправился но у него это на каждый раз подобные проскакивают ну слушай человек который встречался с Дэн Сяопином чтобы обсудить глобальное обтепление парижский квартет который прорывался к Нелсену Манделе будучи в другом городе ну у человека богатый послужной список то есть с другой стороны порой вызывает жалость потому что если вы видели не так давно побалку это видео где он вроде выходит у него ноги подгибаются в любом смысле этого слова грустно то есть с одной стороны это не то смешно не то грустно но ведь четыре года во главе главной страны в мире нельзя такому человеку находиться не каждый ужасно ужасно давайте мы сделаем перерыв после чего вернемся продолжим если будут вопросы 747-400-5200 но уже после рекламы возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон студии 847-400-5200 и давайте наверное попробуем принять звонок добрый день здравствуйте 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 я хотел вам сказать вот какую вещь ведь по поводу этого пресловутого вируса унианского так сказать ведь эта лаборатория была подчинена Минздраву КНР все время которая занималась Лоулис Пангалибов высшей бабочек исследований и так далее а по-моему это произошло в январе когда она была сручно переведена под ведомство обороны тем самым за секрете всю документацию автоматически вот так сказать по-моему это достаточно понять что там происходило ну это понятно но понимаете когда речь заходит о таком вещь как оценка разведсообщества им вот нужен тот самый дымящийся пистолет который кто-то не было когда они объявляли о связи Трампа поэтому это неудивительно ну да это само собой но тут как бы то ни было вот в данном случае они проявляют вот видите такую робость и ждут очень ну значит что-то сказать есть соответствующие обстоятельства что им нужно это проявить таким образом ну посмотрим может передождемся такой оценки ради подождем спасибо может при Редклифе мы ее увидим наконец-то оценку добрый день добрый день вы в эфире алло здравствуйте я думаю что Сережа вы правы в плане Байдена потому что наш губернат Куам Нью-Йоркский он желает привести в прайм с участием 10 кандидатов хотя уже лидером является Байден а вот у меня вот такой вопрос в связи с пандемией и падением экономики в Соединенных Штатах и вот это соглашение между Китаем и Соединенными Штатами как же это будет продлеваться будет происходить и кто от этого скажем так выиграл в конечном итоге мы же хотели чтобы Америка выиграла а теперь Китай уже экономику запустил а мы находимся ниже принтуса спасибо спасибо вам это хороший вопрос хотя я на него точно не могу ответить но я надеюсь в одной из следующих передач вообще про Китай поподробнее поговорить и что какие возможные действия в ближайшем будущем про договор да сейчас все забыли и наверное его надо слегка модернизировать исходя из условий но как решит Трамп и его команда мы посмотрим что касается КОМа знаете ведь интересно если почитать посмотреть цифры даже при том что цифры тоже штука спорная то вы увидите что по количеству опять я очень не люблю это делать но приходится по количеству там плотности по уровню плотности Нью-Йорк и Флорида примерно одинаковы по количеству больных и жертв Нью-Йорк к сожалению очень сильно Флориду обходит но если вы почитаете прессу мейнстримную то у вас создастся абсолютно противоположное впечатление что ужасный Десантис всех убил а КОМа всех спас хотя цифры говорят совсем о другом причем 25% жертв которые умерли ну по статистике от коронавируса это пожилые люди которые находились в нерсингхомах и это прямое следствие распоряжения КОМа его было распоряжение о том что пожилых людей привозили в больницу для диагностики диагностировали коронавирус и потом отправ такая палась была а потом отправляли назад в нерсингхомы нерсингхомы не могли отказать принять больных и поэтому 25% всех жертв в Нью-Йорке это дело рук КОМа в чистом виде и тем не менее они делают из него героя более бестолкового ну единственное что он завоевал популярность он каждый день выходил такой с профессорским видом рассказывал о том какие он невероятные дела творит в Нью-Йорке как он борется с коронавирусом каждый божий день и медиа конечно ему подыгрывает ну в общем а на самом-то деле результаты его деятельности просто мрачные мрачные давайте примем следующий звонок добрый день добрый день уже Пилоси заявила что следующий транш если будет голосовать в палате представителей в Сенате она не пропустит если не будет добавлен пункт внедрение полной мерой мейл-ин голосования я думаю вы это слышали да спасибо большое да действительно Пилоси заявила что она не проголосует этот законопроект она вам траншит до тех пор пока в него не будет внесен пункт о голосовании по почте то есть это еще раз говорит о том что демократы понимают безвыгодность ситуации и что без обмана без фальсификации какого бы кандидата они не предложили от своей партии у них шансов нет единственное что они рассчитывают причем фальсификация выборов это такая старая добрая демократическая традиция начиная еще с 60-х когда голосовали за Кеннеди зародилась она здесь у нас в Чикаго вы помните когда старший Дейлик первый который был мэром а сколько голосов вам надо сколько голосов вам не хватает все решим и вот с тех пор это так и ведется да три штата тогда отличились Иллинойс Техас где Джонсоновская была машина третья вот сейчас не вспомню сходу но вот три штата основные где надо было пересчитывать но теперь уже добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день уважаемые господа это Эдуард из Виллинга здравствуйте вопрос к Ивану часто в прессе впечатано и в ваших передачах и вообще вот такая расхожая фраза скажем в Кремле было выработано мнение или там по мнению Кремля или в Кремле было принято такое-то решение что значит Кремль вот я не совсем себе представляю как выглядит эта структура это же не кирпичи из которых построен там Кремль это же конкретные какие-то структуры конкретные люди у которых есть должности фамилии что же везде такой Кремль но вас управляет когда говорят в Белом доме было принято решение примерно то же самое я надеюсь вы услышали вас устраивает когда говорят Белым домом было принято решение это решение не было принято Белым домом это было принято администрацией членами администрации президентом то же самое наверное когда говорят о Кремле имеется ввиду это Хорошо, но за этими стенами За этими кирпичами Ведь находятся живые Извините, вы не о том говорите Сейчас не обессудьте Но это очень устоявшееся выражение Всегда, если вы посмотрите Как освещается Та или иная политическая жизнь В той или иной стране Всегда место, где находится прежде всего Власть исполнительная Оно и олицетворяет Принятие решений Поэтому говорят, на Даунинстрин 10 Принято решение Не дом принял, правильно? Не кот Ларри А Елисейский дворец принял решение Белый дом, Кремль Все нормально Вполне распространенный оборот Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте, можно Ивана задать вопрос? Да, слушаю вас Иван, у меня вот какой вопрос к вам Дело в том, что Линдси Грэм Говорил о том, что он будет проводить расследование Значит, расследование, когда будет проводиться в Сенате Там тоже под присягой дают показания И вот как вы думаете Вот этот шифт Он же должен поднять руку Будучи вызван туда Вот объясните ваше мнение Как вы думаете? Ну, должен Но, к сожалению, если человек столько времени Как здесь согласен с Сергеем Врал на посту На серьезном посту вообще-то То я боюсь, что и там он может соврать Очень даже запросто Ложь, она, к сожалению Въедается И очень часто человек врет Даже не понимая, что он тут делает Я боюсь, что из некой корпоративной солидарности Вообще следовало бы Шифа вызвать в комитет В юридический Или в комитет по разведке В Сенат И устроить слушание Под присягой Но я боюсь, что из некой корпоративной солидарности Этого не произойдет Хочу отметить одно Интересное событие Когда на Факс Ньюс Выступал сначала Трей Гауди Ну и правда он там по поводу Шифа сказал По поводу еще кого-то В принципе правильные вещи Трей Гауди сейчас является Контрибьютором на Факс Ньюс работает А после него выступал Мэтт Гейтс Из Флориды И Мэтт Гейтс Опять же возвращаясь к этой истории С Флинном С заговором с этим И Мэтт Гейтс сказал Да, молодцы ребята, все здорово говорите Но, к сожалению, говорит Вина в том, что произошло Вот в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м годах Вот эти расследования, слушания и так далее Лежит не только на демократах К сожалению, ни Митч Макканел Ни Трей Гауди Ни особенно Пол Райан Который сейчас сидит на совете директоров Факс Ньюс Пол Райан Это они допустили то, что произошло Это с их молчаливого согласия Это происходило Говорит, сейчас, когда большинство демократов Они сотни повесток посылают Приглашают, кого хотят А когда мы, ну там, вы помните эту команду Это Джордан, это Рэдклифф, это Гейтс Это, ну, основные такие активные Мидоус там, по-моему Мидоус, да, он как раз возглавлял кокус свободы Вот они, когда мы, говорит, просили Дать нам право выписывать Сапина А Гауди и Пол Райан Отказали нам в этом Если бы у нас была такая возможность Мы бы эту лавочку, как бы, все Все происходило бы несколько иначе А так, эти остались беззубыми Ничего не могут сделать И продолжается накрутка То есть, к сожалению, какая-то часть республиканцев Значительная, вы же помните после 16-го года Сколько там, 43 человек сразу на пенсию пошло Значительная часть республиканцев Которые неплохо устроились, живя в оппозиции Продавая свои голоса душу дьяволу Которые были вовсе не против Чтобы любой ценой Трампа свергнуть Значительная часть республиканцев В отличие от демократов Мы можем, мы всегда делаем Мы критикуем республиканцев Если они поступают как подонки Так же, как демократы Но вот демократы никогда себе такого не позволяют Так вот, к сожалению В том, что произошло Вот в этой бесовстве В три года Виновата и какая-то часть республиканцев Я не знаю, теперь, допустят ли Гейтса Еще на Факс Ньюс Коль скоро он так в открытую Сказал, что из себя представляет Пол Райан Как я уже упомянул Который сидит на совете директоров Факс Добрый день, пожалуйста, в эфир Здравствуйте Вы знаете, я прочитала статью Где привозились данные Статистические По коронавирусу Количество заболевших Количество выздоровевших И количество умерших По странам третьего мира Типа вот Вьетнам И азиатские страны Мексика и так далее Где значительно меньше Умерших и Заболевших от коронавируса Чем в странах развитых Соединенные Штаты Страны Западной Европы И так далее И так какие-то непонятные были намеки Я, например, не знала Эту статистику И я не понимаю Каким образом Этот коронавирус Имел такое Как бы Избирательное качество Что имелось в виду Если вы знаете Или хотя бы Предполагаете что-то Не могли бы вы Осветить этот вопрос Спасибо большое Спасибо вам большое Вот это, конечно, тоже Я опять повторяю Я согласен Да, все это, наверное, мы Не успеем Поговорить Про профессора Фергюсона И так далее Как бы то ни было Я согласен Что вирус есть Надо с ним что-то сделать Но То, во что все превратилось И мы теперь уже видим Что в ряде стран Европейских Они сами Не знают, что делать Потому что Надо давать задний ход И уже есть Подтверждение тому Что Вся вот эти вот Домашние аресты Себя не оправдывают И так далее И тому подобное Но Видимо Помимо Реальной проблемы Мы имеем дело Еще и с очень серьезной Аферой Вокруг этой реальной Проблемы Нагороженной Не далее Как вчера Знаете Я слежу за Северной Ирландией Один из тамошних Местных парламентариев Опубликовал данные Что По его запросу Пришел ответ Что у 23 Там какой-то срок Естественно был Это не все Но тем не менее У 23 процентов Умерших У которых В сертификате Смерти указана Причина смерти Этот самый Ковид 19 Тем не менее В их Медицинских делах Написано Что результаты Анализа Отрицательны 23 процента От общего Количества Умерших От якобы Коронавируса Умерли Не от него Эта Северная Ирландия Она маленькая На самом деле Если же мы Будем брать Побольше Европу И другие страны То Мы можем Понять Что там Вряд ли Дела обстоят Намного лучше Потому что Это еще В Британии Там как-то За статистикой Повнимательнее следят Если же Учесть Что Я не буду Здесь ничего Утверждать Но я Такие данные Тоже видел Что Больницы Получают Финансирование Если они Принимают Только Больных От коронавируса С коронавирусом Прошу прощения Если В ряде случаев Больницы Вообще Отказываются От приема Каких бы то ни было Пациентов И могут Принимать их Только Если это Все тот же Самый Коронавирус То Ситуация Очень неприглядная Получается И Мы Говорили Много Плохого О Разведке И было За что Но вот Система Медицинская И даже Научная Мы привыкли Да Что врачи Тех Кто нас Спасает У меня С врачами Всякое было Я не обессудьте Уважаемые слушатели Из профессии Медицинской Всегда С недоверием К сожалению Относился К вашим коллегам По ряду причин И сейчас Я порой Просто Отношение I told you so Потому что Действительно Ощущение Такое Что Не трогаю Замечательных Врачей Медсестер Которые Просто трудятся Но Когда кто-то Пашет А кто-то Пляшет В прямом смысле Слова Когда Какие-то Все эти Мутные Махинации Проворачиваются Вокруг Болезни То у меня Очень Большие Сомнения Что здесь Заговор Хоть я и не люблю Конспирологию Гораздо страшнее Тех Тех Что мы Можем Увидеться В ЦРУ ФБ Не знаю Как Сергей Согласится Я Наверное Месяца два Назад Говорил о том Что Если бы Это не год Выборов В США Если бы Не шел На перевыборы Президент Трамп Все это Выглядело бы Значительно Иначе Вот Такое у меня Предчувствие Есть Мало того Есть Некоторые Подтверждения Вот В частности Доктор Брикс Сказала Что CDC Это Там Во главе Которого Стоит Тот же Аферист Который С Фаучи Давным-давно Делишки Проворачивал С патентами Так вот А по ее Заявлению Она человек Не с улицы Она человек Не посторонний Хоть она Не адвокат С экономическим Образованием Но она все-таки Доктор работает В этой системе Много-много-много лет Так вот Она сказала О том Что CDC Inflated Overstated Количество Заболевших Или умерших На 25 Умерших На 25 Процентов То есть Четверть От всего Числа Заявленных Как люди Умершие От коронавируса Это ложь Об этом Сказала Доктор Вот видите Сейчас перебиваю Даже цифра Почти одна и та же Да Заметьте В Северной Ирландии 23% А в Штатах 25 Так что На самом деле Ну местные Царьки Такие как Кома Такие как Прикстер Те пытаются Завышая Усложняя Все Затрудняя Жизнь Те пытаются Добиться Денег От федерального Правительства Разворовав Колоссальное Количество денег Ну разворовав Не то что Там сразу В карман Положили А скажем так Украли Из бюджета Отдали своим Дружкам В профсоюз Профсоюзом Обеспечил победу На выборах Вот таким образом Бегут Да кстати Последняя новость Тесла Маск Сказал Что Знаете что Курите бамбук В вашей Калифорнии Поеду-ка я Или в Техас Или в Неваду Переведу Производство Если он Если он это сказал Я думаю что На то есть Причины Давайте Может успеем Профсоюзы Вообще Извините Я тут Тоже вставлю Свои пять копеек Получили Неограниченную власть Потому что Заметьте Ну Тякое бывает Никто полностью От вируса Не свободен Но Люди Молодые И дети Подвержены Ему меньше Однако То что Вытворяют Профсоюзы Не только в Америке Во всем мире Сопротивляясь Против Открытия школ И Вообще-то Уничтожая Считайте Вот Выпуск этого года Он по всему миру Уничтожен Образовательный И Профсоюзы Постарались Я понимаю Они заботятся Об учителях И так далее Но Они до такой же степени Я извините Самоучительный Я прекрасно понимаю Как это работает И я бы с удовольствием На работу ходил Все это время Даже при том Что у нас Немного другая система Но Когда я вижу Что австралийцы И В ряде штатов У вас Говорят о том Что нет Профсоюзы Категорически против Нельзя учителей Пускать Это Они не интересы Учителей защищают Извините И точно не интересы Детей в такой ситуации Профсоюзы Которые ворочают Ну скажем Профсоюз учителей Там на избирательную Компанию Обама Пожертвовал Пожертвовал 400 миллионов долларов 400 миллионов долларов Сладко живется У них Многомиллиардные бюджеты Конечно же Их интересует А мне особенно нравится Я вспоминаю Заявление Главной Профсоюзницы Учителей Которая сказала Ну Ей типа вопрос задали А когда же Интересы детей Как бы Вот вы что-то говорите Это никак не соотносится С интересами детей На что она ответила Если бы Профсоюзные взносы Платили школьники Я бы отстаивал Их интересы Вот и все Иван Огромное спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо вам До встречи Субтитры подогнал «Симон»